Приветствую вас, я не буду зачитывать весь текст вопроса, он довольно запутан и запутан. Вот, скажу сразу, что здесь речь ведется от третьего лица, рассказывается история нескольких людей, вот, пожилого отца, перенесшего определенное заболевание, его жены, которая после того, как ее муж перенес это заболевание, стала к нему хуже относиться, и дочери этого человека, которая, судя по всему, за него переживает и которая хочет ему как-то помочь. Но пишет совсем другой человек, некий Василий, и это сразу рождает вопросы, кто, собственно, Василий всем этим людям, да, если он муж и дочери, вот, то в данном случае муж и дочери не имеют отношения никакого к той проблеме, которая происходит, имеет отношения дочь, и с дочерью нужно разговаривать, дочери нужно задавать вопрос, дочери желательно получить психотерапию или хотя бы пару консультаций для того, чтобы определиться, ну, с собой, во-первых, со своими паттернами поведенческими и с тем, что она хочет проявлять, как, кому, когда, для какой цели и так далее. Вот. Дочь живет на экс-родине отца, отец не хочет туда возвращаться, вот, соответственно, хочет оставаться, ну, вот, там, где он живет сейчас, вот, информации о странах нет, то есть непонятно, что за экс-родина, непонятно, где страна проживания, ну, вот, в принципе, и не нужно в данном случае, вот, и, собственно, вот такой немножечко запутанный, получается, вопрос. Значит, соответственно, вопрос следующий. Как описано в задаче выше, вернуть его к нормальной жизни, что делать дочке и ее мужу? А, Василий, это не задача. В психологической жизни людей нет никакой задачи, потому что задача предполагает, как правило, одно, единственное верное решение или отсутствие этого самого решения. Вы сейчас сформулировали свой текст так, что в нем нет решения. Если для вас в этом тексте решения нет, то тем более этого решения нет у нас. Ваш вопрос, он больше не про психологию даже, а ваш вопрос больше про то, как из этой ситуации найти выход. Так вот, психологи мне подсказывают, какой найти выход можно. Психологи помогают людям разобраться в себе. Но кто нуждается в том, чтобы разобраться в себе? Вы, Василий? Ваша жена? Если дочь, о которой вы пишете, это ваша жена? Потому что непонятно, кто вы? Вы предлагаете психологам решать проблему абстрактных людей, никто из которых даже не обратился напрямую. Это нарушение профессиональной эйдики, если мы будем это делать. Поэтому, поэтому, то, что у меня есть сказать, не связано с поиском решений. Решение вы, кто бы вы ни были, примите сами. Но решение это, принимает дочь, опираясь, а, на свои ценности, б, на то, что она чувствует к отцу, в, на то, что ей не вредит. А, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь присутствует здоровая, привязанность, любовь к отцу, к стране дочери. Хотя, судя по всему, не без проблем отношения. И здесь присутствует спасительство со стороны дочери в отношении отца. Она его хочет спасти. При том, что взрослый человек, вот в какой бы ситуации он ни оказался, решает сам, как ему делать. Решает сам, как ему быть. Выбирает сам, как ему действовать. И если этот человек, предпочитает чего-то не замечать, если этот человек, предпочитает чего-то не видеть, если этот человек что-то выбирает, то реакцией любящего человека другого будет принятие этого с последующей демонстрацией того, что можно иначе, можно по-другому, можно как-то иначе решать этот вопрос. Есть иное, иное, иное видение. И показывать это нужно своим примером. Понимаете? Это делиться с человеком тем, что происходит в жизни дочери. Это делиться с человеком своими впечатлениями, своими переживаниями. Это вам, Василий, если вы муж дочери, можно общаться с флёкром, да, или тесте, я не очень разбираюсь в наименовании родственников. Вот. И, как бы, касаться своей жизнью, жизни другого человека, если так вышло, что этому человеку сейчас нехорошо. И тем самым, можно сказать, мы прикасаемся к потенциалу людей. Мы показываем им, что вот можно так. Мы говорим им, что бывает по-другому. Мы говорим им, что, ну, вот это ещё может быть и под таким углом. И если в человеке есть потенция для чего-то, если у человека есть потенция для изменений каких-то, если у человека есть потенция для принесения чего-то в свою жизнь нового, может быть, рискованного, может быть, страшного, может быть, непривычного, может быть, тяжёлого, для возрастного человека это особенно актуально, он обязательно это сделает. Но если нет, то любящим людям остаётся только принять. Поэтому мой основной вопрос заключает, мой основной ответ, точнее, основное в моём ответе вам, это вопрос к вам. А вы для чего хотите вернуть его к нормальной жизни? Вы, ваша жена, если его дочь, если дочь этого человека, это ваша жена. Зачем? Вот ваша мотивация какая? Ну вот предположим, что это произошло, да? Предположим, что вы, ну, по самому лучшему сценарию всё развивается, да? То есть он приезжает, значит, на родину, ну, на свою родину, на вот, и реагирует он абсолютно на это спокойно, хорошо, ему приятно, ему здорово, вот. Что изменится для вас? Что меняется для вас? Изменится ли что-то для вас? Может быть, не для вас, для вашей жены, для дочери, этого человека. Что изменится? Понимаете, если человек действительно хочет что-то сделать для другого, то его личное состояние, его собственное состояние, психологическое, эмоциональное, да, вот, оно не меняется, оно не меняется сильно от того, что он делает для другого человека. Всё, что человек чувствует, ну, это радость, это вот некое такое, может быть, расширение, да, психологическое, может быть, немножко эйфория и всё. Но уверены ли вы, говоря вы, я имею в виду вас, Василий, и вашу жену, если это ваша жена, уверены ли вы в том, что вы почувствуете именно это? Может быть, не вы лично, Василий? Может быть, именно дочь? Мне кажется, что вы здесь выступаете от лица дочери. Вот. Уверены ли вы, что это изменится? Уверены ли вы, что дело только в этом? В эйфории, в радости, в расширении психологической. Потому что, если это так, то от этого легко отказаться. Особенно, если человек не согласен и говорит, что у меня лучше по-другому. И, исходя из этого, ключевой момент заключается в том, что вам, то есть, вот, мужу и его дочери, точнее, его дочери и её мужу, сложно принять выбор человека. Это можно... Вот, вы в данном случае маскируете это страхом, вы маскируете это переживанием за человека. Это нормально. Переживать за человека нормально. Желать ему добра, это нормально. Но... А нормально ли не уважать выбор человека? В данном случае не имеет значения. Выбор этот продиктован страхом со стороны этого человека. Отца. Или этот выбор продиктован ленью. Или этот выбор... Или этот выбор продиктован инфантильностью. А может быть... А может быть для... Отца... Важнее не быть на своей экс-родине. Чем... Его здоровье, его комфорт. Может быть он готов терпеть все, что он терпит, ради того, чтобы не быть на своей экс-родине. Мы не знаем, почему он оттуда уехал. Мы не знаем, как он себя там чувствовал. Может быть ему там куда более некомфортно, чем то, что он чувствует сейчас. Например. Понимаете? Такая вот история. И вот это является ключевой, ключевой здесь проблемы. И это то, против чего, в принципе, скорее всего у вас возникнет сопротивление. И рационализация появится в том, что... Ну вот она, родная дочь, как же, это же ее отец, нужно ему помогать и так далее, и так далее, и так далее. Ну. Если человек просто сам. Можно. А если... Если его дочь и вы... Переживаете за него. Переживаете настолько, что боитесь. Переживаете настолько, что... Вот. Это влияет на вас. Что это уже ваша... Проблема. Не проблема. Собственно говоря. Этого человека. Вы говорите, что хотите вернуть... Восстановить его физически и вернуть его на творческий путь. Ну хорошо. А чего хочет сам человек? Вот понимаете? Если вот просто спросить у этого мужчины. Чего он хочет? Готовы ли вы принять его ответ? На мой взгляд, нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Вам или вашей жене, если дочь этого человеку, все-таки ваша жена. Я настоятельно рекомендую не представлять интересы других людей и не писать и не обращаться к психологу от третьих лиц. Это самое деструктивное и самое ложное и самый плохой способ потратить свое время и средства. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok